Давайте сейчас сформулируем и докажем некоторые признаки равномерной исходимости интегралов. Мы в прошлый раз только начали эти признаки формулировать. Что будет? Будет признак Вейр-Штрасса, будет критерий Каши, будет признак Дерихле. Как и для равномерной исходимости рядов, все аналогично. Но сначала критерий Каши равномерной исходимости интегралов. Критерий Каши равномерной исходимости интегралов. Критерий Каши равномерной исходимости интегралов. Формулировка самая обычная. Значит, пусть функция f от x, как всегда, интегрируема по Римману на любом отрезочке АВ' принадлежащем полуинтервалу АВ и для любого ε больше АВ. Тогда не собственный интеграл сходится, тогда интеграл от А до В, f от x альфа, 2x, сходится равномерно, f от x альфа, скажем так, f от x альфа для любого альфа из множества омега какого-то произвольной природы, f от x альфа интегрируема по Римману по x на отрезке АВ' принадлежащему АВ. Когда интеграл сходится равномерно по альфа, тогда и только тогда, когда для любого ε больше нуля, существует такое В' принадлежащее интервалу от А до В, такое, что для любых кси-штрих и кси-два-штриха, принадлежащих интервалу В' В, ну и, как всегда, в последний момент для любого альфа из омега, вот этот самый отрезочек, не хвост интеграл, а отрезочек, от кси-штрих до кси-два-штриха, f от x альфа-дх меньше ε. Ну, чем-то напоминает обычный кашель для предела функции, там, давайте вспомним, значит, доказательства. Сначала в эту сторону, да? Пусть интеграл сходится равномерно. Напоминаем, что это такое. Это значит, для любого ε больше нуля, существует В' из АВ, такой, что для любого кси, принадлежащего этому самому интервалу В' В, и для любого альфа из омега, хвост интеграла, интеграл от кси до В, f от x альфа-дх меньше ε. Вспомнили определение равномерной сходимости. Ну, а теперь вот такая же точка представляется, как разность двух таких хвостиков, и по модулю получается, там, здесь напишем ε на 2, а там будет ε. Тогда что получается? Тогда получается, что для любых кси штрих и кси 2 штриха, принадлежащих интервалу В' В, интеграл от кси штрих до кси 2 штриха, меньше или б равен, уже не буду писать от чего, ну, сначала равен интегралу от кси штрих до В, минус интегралу от кси 2 штриха до В, так, а это меньше либо равно, чем сумма интегралов по этим хвостикам, от кси штрих до В плюс интеграл от кси 2 штриха до В, и получается меньше ε. Ну, в одну сторону, как всякая необходимость критерия кси, всегда она доказывается одинаково. То, что сходящаяся последовательность фундаментальна, и все аналогичные отвержения. А теперь обратно. Ну, тоже, тоже достаточно просто доказывается. Пусть выполняется вот это самое условие. Давайте мы его обозначим звездочкой. Обратно. Пусть выполняется звездочка. Пусть выполняется звездочка. Так? Что тогда получается? Тогда, поскольку оно выполняется для любого альфа из омега, то тогда получается, что для любого альфа из омега выполняется критерий Каши просто сходимости интеграла. Это значит, что для любого альфа и зонега выполняется критерий Каши, выполняется условие критерия Каши, так скажем, условие критерия Каши просто сходимости. Выполняется условие критерия Каши сходимости интеграла от а до b f от x альфа до x. Если вот такое вот есть, это значит, что альфа фиксировано, то это критерий Кэши, обычная сходимость, и значит, интеграл сходится. Так? Ну, тогда, что мы имеем в виду? Тогда, значит, давайте в этом самом звездочке перейдем к пределу, когда кси 2 штриха стремится к b. В звездочке перейдем к пределу. Разный интеграл сходится. Перейдем к пределу. При кси 2 штриха, применящемся к b минус 0. И получится, для любого эпсилен больше нуля, существует b штрих из интервала a, b. Такое, что для любых кси штрих и кси 2 штриха, для любого кси штриха, для надлежащего интервала от b штрих до b, мы перешли к пределу, и для любого альфа из омега, уже получится хвост интеграла. Интеграл кси штрих до b, f от х альфа до х, ну, там меньше либо равен, эпси, на раз перешли к пределу. Какая разница, меньше, меньше либо равен. А это и означает с точностью то, что интеграл сходится равномерно. Следом, интеграл сходится равномерно. Ну, на самом деле, точно так же доказывал секретарь тоже и обычной сходимости интеграл. Ничего тут нового нет. Ничего нового нет. Ну, и как в доброе старое время, из этого критерия Кэши моментально следует признак Вейрстрасса. Признак Вейрстрасса. Такое красивое, достаточное условие равномерной сходимости интегралов. Признак Вейрстрасса. Видите, уже который раз у нас упоминается Вейрстрасс. Я не знаю, в мотоанализе он вроде больше упоминаться не будет, а? Ну, потом у вас там Вейрстрасса еще Вейрстрасс будет. Без него не обойдется. Так, ладно. Формулируется он следующим образом, опять-таки. Пусть, для любого альфа и зомика. Во всех этих признаках альфа – это множество параметров произвольной природы. Вот. Ф от х альфа интегрируемо по Римону, интегрируемо по Римону, как всегда, на любом отрезке, на любом отрезке АВ штрих, принадлежащем полуинтервалу АВ. Интегрируемо по Римону на любом, на любом таком отрезке АВ штрих, принадлежащем полуинтервалу АВ. Тогда что у нас получается? Тогда пусть далее для любого альфа из омега выполняется неравенство. Модуль f от x альфа не превосходит какой-то φ от x. Для любого альфа из омега и для любого х из АВ. Выполняется неравенство. Модуль f от x альфа не превосходит φ от x. Где интеграл от φ от x сходится. Где интеграл от А до В φ от x до x сходится. И тогда интеграл наш сходится равномерно. Тогда интеграл от А до В f от x альфа до x сходится равномерно. Сходится равномерно по альфа принадлежащим множеством. Вот так. Доказательства. Но опять-таки, моментально получается из критерия Каши. Значит, интеграл φ от x сходится, да? По критерию Каши сходимости обычного интеграла. По критерию Каши сходимости интеграла. Вот что у нас получается. Для любого ε больше нуля существует b' из интервала АВ. Такое, что для любых ξ' и ξ2' из интервала b' отрезочки, интеграл по отрезочку от ξ' до ξ2' φ от x до x меньше ε. Это критерия Каши сходимости интеграла вот этого вот от φ от x. Ну, тогда что получается? Тогда, вот, для любого α, при тех же самых условиях, давайте перепишем, для любого ε больше нуля, существует b' принадлежащий интервалу АВ. Такое, что для любых ξ' и ξ2' из b' и для любого альфа из омега для любого альфа из омега интеграл от ξ' до ξ2' f от x альфа dx не превосходит интегралы от модуля. Ну, поскольку ξ' и ξ2' неизвестно, в общем, кто из них больше, поэтому напишем так модуль интеграла. Вот ξ' до ξ2' модуль f от x альфа dx. Так. Ну, я пишу модуль всего интеграла, потому что неизвестно, что больше. Кси' или ξ2'. Так, это мы оцениваем, и получается, что это не превосходит интеграл от ξ' до ξ2' фе от x dx, значит, меньше ε. Ну, все. Выполняется критерий Каши равномерной исходимости. Выполняется критерий Каши равномерной исходимости. Выполняется критерий Каши равномерной исходимости. Все. Ну, если вы вспомните, что было с рядами, там был еще признак Дерихле и был признак Абеля. Но они есть и здесь, признак Абеля нам сейчас не понадобится, я его доказывать не буду, формулировать тоже не буду, при желании там книжку можно посмотреть. Признак Дерихле понадобится. Ну, я, чтобы вас тут пока немножко развлечь, пока давайте поделаем конкретные примеры, а потом, когда появится необходимость, вернемся и к признаку Дерихле. Значит, примеры исследования интегралов на равномерную исходимость. Пример. Понимаете, мы в прошлый раз таким интегралом возделись. Интеграл от единицы до плюс бесконечности, до х на х степени альфа. Так мы установили, что на всем интервале альфа больше единицы равномерно не будет сходиться, а чуть отступя будет. Но то, что чуть отступя будет, сейчас моментально из Вейерстрасса получится. Пусть у нас альфа больше вебро на альфа ноль больше единицы. Больше единицы. Да что получается? Да, получается, что для любого х больше либо равного единицы, единица на модуль х степени альфа не превосходит единица на х степени альфа ноль. Правильно? Ну, собственно, модуль можно даже не писать, потому что оно все положительно. Так. Все. Х больше единицы, выполняется вот такое неравенство, такой интеграл сходится, и уже от альфа не зависит. до х на х степени альфа ноль сходится. Значит, наш интеграл сходится равномерно по признаку Вейерстрасс. Все. Это немножко проще, чем то, как мы делали в прошлый раз. Наш интеграл сходится равномерно по признаку Вейерстрасс. Ну, а теперь давайте рассмотрим более такой сложный интеграл. Второе. Интеграл от нуля до плюс бесконечности е в степени минус альфа х синус х dx альфа больше нуля. Ну, такой интеграл за счет экспонента сходится, понятно. Так вот, как определить равномерную сходимость? Ну, как мы устанавливали сходимость? Мы просто брали вот так вот. Это все не превосходило экспонента. Такой интеграл сходится для любого альфа больше нуля. Сходится для любого альфа больше нуля. Следовательно, наш интеграл сходится по признаку сравнения. Наш интеграл, ну, это первого курса задачи. Наш интеграл абсолютно сходится при любом альфе больше нуля по признаку сравнения. По признаку сравнения. Теперь возникает вопрос насчет равномерной исходимости. Что первое надо в таких случаях пытаться делать? Надо пытаться продолжить эту оценку, да не зависящую от альфа. Ясно, что при альфа больше нуля это не получится. А вот если немножко от нуля отступить, то получится. Вот видите, в случае А, альфа больше либо равно альфа 0, больше нуля. Тогда эта оценка, очевидно, продолжается, да не зависящая от альфа. e в степени минус альфа x синус x не превосходит e в степени минус альфа 0 на x, правильно? Я думаю, почему такой интеграл сходится, мы уже не будем вспоминать, правда? Это уже, в общем, пройденный этап. Интеграл сходится. Интеграл сходится для любого альфа 0, большего нуля. Значит, наш интеграл сходится равномерно по признаку Верштрасс. Но давайте мы его обозначим и от альфа. Значит, делается вывод, что и от альфа сходится равномерно, и от альфа сходится равномерно по альфа, больше либо равно альфа 0, больше нуля, по признаку Верштрасс. По признаку Верштрасс. Ясно, что при альфа, на всем интервале альфа больше нуля, Верштрасс не поможет. Ну и так интуитивно, более-менее понятно, что равномерной исходимости не будет, но это надо доказать. Ну, я предлагаю это доказать двумя способами. По критерию Каши и непосредственно по определению. Альфа больше нуля. Нет равномерных исходимости. Сходимость есть, но равномерно нет. Первое доказательство по критерию Каши. Доказательство 1 по критерию Каши. По критерию Каши. Значит, как построить отрицание критерия Каши? Вспоминаем. Существует Эпсилен больше нуля. Такое, что для любого, ну, В-штрих большего нуля в данном случае. Существуют Кси-штрих и Кси-2-штриха больше В-штрих. Ну, дальше куда? Дальше бесконечность. И существует Альфа больше нуля. Такое, что хвост интеграла от Кси-штрих до Кси-2-штриха. Е в степени минус Альфа-Х синус Х до Х больше либо равен Чб. Ну, это мы честно написали отрицание критерия Каши. Я думаю, что вы... Вот, что вам наверняка помнится из первого курса, это как отрицание. Это, как правило, запоминают. Ну, чего? Мы тут поступаем точно так же, как когда мы доказывали... когда возились просто с расходимостью подобных интегралов. Мы выбирали отрезочек между двумя соседними нулями синуса. Ведь Кси-штрих, в общем-то, существует. Какие хотим, такие и выберем. Только надо их сколько угодно далеко выбрать. И берем отрезочек между двумя соседними нулями синуса, чтобы получить максимально возможную величину этого выражения. Возьмем Кси-штрих равное 2ТН. Кси-два-штриха равное 2ТН плюс Пи. Ну, когда мы применяли критерии пиши расходимости интеграла, просто интегралы, в общем-то, то же самое делаем. Да, получается интеграл от 2ПН. Ну, Н натуральное число какое-то. Интеграл от 2ПН до 2ПН плюс Пи. Е в степени минус альфа-х синус х-дх. Обращаю внимание, что все не отрицательно. Поэтому поступим так. Экспоненту заменим на... Мы хотим, чтобы было больше либо равно. Экспоненту заменим на ее самое маленькое значение. Больше либо равно, чем Е в степени минус альфа умножить на 2ПН плюс Пи. Вот какое будет самое маленькое значение. И остается интеграл от 2ПН до 2ПН плюс Пи синус х-дх. Но если вы еще не позабыли, такой интеграл равен двойке. И остается 2 умножить на альфа минус альфа в степени 2ПН плюс Пи. Но поскольку альфа мы тоже подбираем, какое хотим, выберем его так, чтобы это выражение в показателе равнялось единице. Выберем альфа равен единице поделить на 2ПН плюс Пи. Тогда эта штука получится просто двоечка. Ну и окончательно выходит, существует ε равное двойке. Такое, что для любого β' большего нуля. Существует ε равное двойке. Что для любого β' большего нуля. Существует ξ' равное 2ПН больше, чем В'. Существует ξ'2' равное 2ПН плюс Пи больше, чем β'. Ясно, что для любого β' найдется такое n, что вот эти числа будут больше. И существует α равное единице поделить на 2ПН плюс Пи. Такое, что соответствующий хвост интеграла. Интеграл от ξ' до ξ'2' е в степени минус альфа х синус х до ξ' больше либо равен двойке. Все. Интеграл не является равномерно сходящимся по критерию Каши. Интеграл не является равномерно сходящимся по критерию Каши. Это первое доказательство. Второе доказательство немножко более громоздко, но оно полезно, потому что мы сейчас вспомним, как вычисляются некоторые интегралы. Прежде чем перейти к второму доказательству, давайте вспомним, как вычисляются такие интегралы. Интеграл неопределенный. Е в степени, там скажем, αх косинус βx dx. Альфа и β одновременно не обращаются в двое. Вот такие интегралы считались на первом курсе. Рекомендовался такой детсадовский метод, как двукратное интегрирование по частям, после чего получалось уравнение, находили нужный интеграл. Но я тогда еще вам рекомендовал решать по-взрослому с помощью перегода комплексной экспоненты. Но сейчас мы только так и будем делать. Пришло время уже выходить из детсадовского возраста и, значит, считать интегралы более взрослым способом. Каким образом считаются такие... Я их сейчас выведу просто, вспомню. Вот вы все это, конечно, забыли. Я их сейчас выведу, и в дальнейшем мы этим первообразными будем просто пользоваться. И все. Чтобы каждый раз... Ну, нам будут нужны определенные интегралы. И каждый раз нужно было делать такую процедуру в определенных интегралах. Но мы сейчас... И на практике так, наверное, и стоит делать. А сейчас, чтобы на лекциях каждый раз не возиться, а то нам несколько раз придется такое делать, просто вспомню первообразную. Давайте посчитаем такой комплексный интеграл. Итеграл E в степени альфа плюс бета и, х, д, и. Это есть интеграл E в степени альфа и, косинус бета и, х, д, х, плюс и умножить на интеграл E в степени альфа и, х, синус бета и, х, д, х. То есть, если мы посчитаем такой комплексный интеграл, мы одновременно убьем двух зайцев в виде вычисления вот этих двух интегралов. Чему такой интеграл равен? Это есть E в степени альфа плюс бета и x поделить на альфа плюс бета и ну и плюс некая константа С где С какая-то комплексная константа Ну, потом эта комплексная константа разобьется на действительную мнимую часть и получится константа в Эльгейтинг интеграл Это несущественно Значит, что это такое? E в степени альфа x умножить на косинус бета x плюс i синус бета x Ну, как всегда, домножаем на сопряженное на альфа минус бета и тогда в знаменателе получается альфа квадрат плюс бета квадрат и плюс некая комплексная константа Теперь для того, чтобы посчитать вот эти два интеграла нужно выделить действительно мнимую часть такого выражения Я эти интегралы сейчас выпишу и буду пока на доске держать потому что они сегодня нам пару раз понадобятся Тогда у нас получается, что интеграл от E в степени альфа x косинус бета x dx Это действительная часть вот этого выражения Это E в степени альфа x Что у нас стоит без i? Альфа косинус бета x так, i, i, i плюс бета синус бета x плюс бета синус бета x поделить на альфа квадрат плюс бета квадрат Ну и плюс какая-то константа там c1 которая есть действительная часть вот той комплексной константы c Ну и аналогичный интеграл от синуса E в степени альфа x синус бета x dx Это E в степени альфа x умножить на чего там стоит при i альфа синус бета x ну и наверное минус бета косинус бета x минус бета косинус бета x поделить на альфа квадрат плюс бета квадрат ну и плюс c2 Ну вот так вот Теперь понятно к чему я клоню Я хочу по определению исследовать равномерную исходимость такого интеграла Для чего? Хвост придется просто вычислить Для этого хвост придется просто вычислить Значит вешем доказательство 2 Доказательство 2 по определению Когда мы брали критерий Кэши мы избегали вычисления интеграла просто сделали оценку А сейчас придется его вычислить По определению Для этой цели вычистим хвост интеграла Интеграл эксида плюс бесконечности Е в степени минус альфа x Синус x dx Это значит вот сюда Вместо альфа надо подставить минус альфа А вместо бета единицу Значит получится минус Е в степени минус альфа x Синус бета x Плюс бета косинус А бета А бета единица Значит просто получится синус x Получится просто синус x Плюс косинус x Так Плюс Плюс косинус x Поделить на альфа квадрат Плюс 1 Вот так вот И все это в подстановочке От кси до плюс бесконечности А теперь Всякий случай сюда гляну Вот же правильно написал Сейчас А когда перед синусом альфа, конечно Я смотрю, видите, что-то не то Перед синусом, конечно, альфа Вот так вот Перед синусом альфа Так Считаем, чему это равно Постановка бесконечности Чего даст? Она даст 0 Потому что е в степени Предел всей этой самой штуки При x, стремящемся к плюс бесконечности Явно равен 0 За счет этой самой экспоненты Правильно? Постановка плюс бесконечности даст 0 А постановка кси Даст кси Вот И получится Получится е в степени Минус альфа кси Сейчас Получится Е в степени минус альфа кси Умножить на Альфа Синус кси Плюс косинус кси Так Поделить на Альфа квадрат плюс 1 Вот чему равен такой хвост И что нам надо сделать? Нам что нужно? Нужно доказать, что интеграл расходится То есть нужно получить противоречие Определение Что существует Эпселен больше 0 Такое, что для любого Бета штрих Большего 0 Существует кси Больше чем бета штрих И существует альфа Больше 0 Что вот это самое выражение Что вот этот самый хвост интеграла Е в степени минуса альфа икс Синус х до х Что это выражение Больше либо равно чем эпси Ну как будем поступать? Будем естественно Делать будем естественно делать так Чтобы Значит Чтобы это выражение Было достаточно большим Чтобы Ну поскольку у нас альфа стремится к нулю То выбираем его очень маленьким Эта штука будет порядка единицы Надо, чтобы это выражение Тоже было порядка единицы Вот То есть берем Кси Скажем равное Кси берем 2ПН Скажем плюс Пи пополам Или 2ПН даже Чтобы синуса не было А чтобы у косинуса Вот И берем Альфа Равное единице Поделить на 2ПН И тогда это выражение Примет вид То это выражение получится Е в степени минус 1 Косинус кси Это просто единица И поделить на единица Плюс Единица на 2ПН в квадрате Ясно, что это выражение Стремится к единице на е Кдм стремится к бесконечности И поэтому Эсен достаточно большое Его можно, скажем, сделать Е у нас Меньше чего, скажем, тройки Это выражение можно сделать, скажем, больше одной трети То есть окончательно Окончательно получилось следующее Значит, существует эпселен, равное Существует эпселен, скажем, равное одной трети Такое, что Для любого Вета штрих большего нуля Существует кси, равное 2ПН Больше, чем в это штрих И существует альфа, равное Единица поделить на 2ПН Такое, что хвост интеграла Получается больше, либо равное одной трети Интеграл от кси до плюс бесконечности Е в степени минус альфа х Синус х до х Больше, либо равен одной трети Но n считаем достаточно большим Это имеет место при n больше, либо равном какого-то 0 Все По вторым способам доказано, что интеграл Сходится неравномерно Интеграл сходится неравномерно Уже просто по определению Интеграл сходится неравномерно Просто, просто по определению Ну, теперь давайте Докажем признак Дерехле После чего перейдем просто к уже к вычислению интегралов С помощью всей этой самой теории Признак Дерехле Признак Дерехле равномерная исходимость Признак Дерехле равномерная исходимость Вот признак дирекле равномерной исходимости он формулируется в точности так же какие обычный признак дирекле только все что можно равномерно по альфа и зоны там как было интеграл от произведения двух функций одна из них имеет ограниченное первообразную другая монотонно убывая стремится к нулю если вы еще не позабыли вот такое там имело место так вот тоже то же самое пусть для любого альфа и зоны до функции f от x альфа и даже по d альфа и и даже по dx от x альфа ну имеется ввиду что производная от этой функции по иксу эта функция одной переменной производная и по иксу эти функции непрерывны на абы при этом функция ф имеет не просто ограниченную первообразную а равномерно ограниченных по альфа и зоны далее пусть далее пусть далее первое функция f большой от x альфа которая есть интеграл от а до xf малый от альфа дт грубо говоря первоеобразная равномерно ограничено равномерно ограничено вот по альфа и зоны то что это значит это значит существует такое м больше 0 такое что для любого x из полуинтервала а b и для любого альфа и зоны то выполняется неравенство модуль f от x альфа не превосходит а то есть не просто для любого альфа ограничено а ограничено независимо от альфа второе g монотонно убывая стремилась к нулю здесь мы сделаем здесь мы сделаем так здесь мы сделаем так напишем что просто так даже даже pdx от x альфа меньше либо равно 0 для любого x из а b вот ну естественно для любого альфа и зоны то что что это значит это значит опять таки что для любого альфа и зоны до функция g от x альфа монотонно убывает как функция от x монотонно убывает как функция от x на полуинтервале а здесь никакой равномерности нет просто для любого альфа же от x альфа монотонно убывает как функция 3 было стремление к нулю а теперь стремление к нулю будет равномерно что значит же от x альф напишем так для любого эпсилен больше нуля и любого эпсилен больше нуля существует такое b штрих больше а а существует такое бы штрих принадлежащий интервалу а b такое что для любого кси принадлежащего интервалу от b штрих до b модуль g от x альфа меньше эпсиля это означает что g от x альфа стремится к нулю равномерно а да и для любого альфа и зоны как конечно любого альфа и зоны до модуль g от x альфа меньше эпсиля это означает что же не просто стремится к 0 к любого альфа и зоны до на стремится к 0 равномерно па льва равномерно по альфа и зонга. Вот такой наш этот самый простой родной признак Дерехле для сходимости несобственных интегралов превратили вот такой признак равномерной сходимости. То есть все, что можно, равномерно. Функция первообразная ограничена равномерно по альфа, g стремится к нулю равномерно по альфа. Но она сама по себе монотонна при каждом альфе, как функция от x. Я сейчас только начну. Доказательства, естественно, доказать не успею. Доказательства, кстати, делается абсолютно аналогично доказательству обычного признака Дерехле. Там делается интегрирование по частям. Абсолютно аналогично. То есть, в принципе, по-моему, в книге даже написано, вот вспомнили ту самую оценочку, которая была и продолжается. Ну, сейчас мы так делать не будем, сейчас мы все это, естественно, повторим. Значит, доказательства. Применим критерий Кэши равномерной исходимости интегралов. Вот как раз звонок. Но после перерыва будем доказывать. Применим критерий Кэши равномерной исходимости интегралов. Ну, давайте доказывать признак Дерехле. Так, где тут самая, где самая сухая доска? Наверное, здесь. Значит, доказательства. Рассмотрим хвост интеграла как критерий Кэши. Интеграла Кси-штрих до Кси-два-штриха. О, самая интересная формулировка признака Дерехле, то я не написал, что доказывает. Я написал, что дано, но я не написал, что доказывает. Вот. Признак Дерехле, тогда, вот, тогда интеграл от А до Б, что доказывается? f от x, альфа, g от x, альфа, dx сходится равномерно, сходится равномерно по альфу и зону. Вот так. Вот это условие, тему я написал, не написал заключение. Ну, теперь приступим к доказательству. Рассмотрим, применим критерий Кэши. Рассмотрим хвост этого, не хвост, а отрезочек этот самый. f от x, альфа, g от x, альфа, dx. Ну, чего? Правильно, сразу пишу модуль, проинтегрируем по частям. Что мы хотим сделать? Мы хотим, чтобы g превратилось в производную, а f превратилось в первообразную. То есть, у нас u – это g от x, альфа, а v – dv – это f от x, альфа, dx. Тогда dу – это будет dg под x. Ну, собственно, тут непонятно, какое писать, потому что альфа – это совершенно какая-то величина фиксирована. Будем считать функции двух переменных, ее частное производное по x. dg под x, dx, а v – это будет та самая первообразная, f от x, альфа, которая ограничена. Тогда это и есть обинтегрированный член. Это значит у на v, g от x, альфа, f от x, альфа, в подстановочке от x' до x2'а, минус интеграл v, dу. То есть, минус интеграл от x' до x2'а, f большое от x, альфа, dg под x, ну, напишем так dx, могу написать вот так вот. Так, ну, разобьем это следующим образом. Меньше либо равно, тут три слагаемых. Значит, не превосходит g от x2'а, f от x2'а, плюс g от x' альфа, f от x' альфа, так, и плюс модуль интеграл от x' до x2'а, вот, f от x' альфа, g, dg по dx, dx, так, разбери на три слагаемых. Но, f большое всегда не превосходит m. А в силу третьего условия, значит, для любого ε больше нуля, так, существует такое b' принадлежащее a, b, что для любого ε, принадлежащего интервалу b' b, модуль и для любого α из ω, и для любого α из ω, модуль g от x' альфа не превосходит ε. Ну, на что там напишем? Напишем на 4. Посмотрим, что там получится. Тогда это меньше либо равно. Смотрите, тогда для x' штрихи, тогда если x' и x' и 2'а больше вот этого самого b' так, тогда что у нас получится? Тогда получится ε на 4m умножить на m, плюс ε на 4m умножить на m, так, а тут что получится? А тут получится модуль интеграл от x' до x' штриха, f вынесем в виде m, вот, модуль, f вынесем в виде m, а тут останется модуль dg pdx. Модуль dg pdx, соответственно, dx. Но я беру 2 раза модуль, потому что к си штрихи, к си 2'а неизвестно, что больше. Но производная отрицательна, поэтому модуль dg pdx равен минус dg pdx. Так. И окончательно получается у нас вот что. У нас получается ε на 4, плюс ε на 4, и ε пополам плюс m умножить на интеграл модуль интеграл от кси штрих до кси 2'а минус dg pdx pdx. Тут применяем формулу Ньютона-Лейбница. Получаем ε пополам плюс m умножить на модуль. Так, но поскольку у нас все наоборот, знак минус, то получится g от чего там? Сначала нижний предел пойдет. g от кси штрих альфа минус g от кси 2'а. Вот так. Ну, чтобы не раздумывать о том, что там больше, а что меньше, оценим это. Тут, конечно, можно реально понять, что больше, что меньше, раскрыть это как разность, но мы не будем мучиться. И оценим все это по модулю. Это меньше, чем ε на 4m, это меньше, чем ε на 4m. Ну, и, короче, все точно так же получится меньше ε. Тут снова получится ε пополам, в итоге получится меньше ε. Ну, все. По критерию Каши интеграл сходится равномерно. Нужная оценка получена. По критерию Каши интеграл сходится равномерно. По критерию Каши интеграл сходится равномерно по альфа и зонга. Все, доказано, признак делегия. Ну, а теперь давайте в оставшееся сегодня время тут немножко повычисляем интегралы. Дело в том же, для чего все это надо? Равномерная сходимость, такая, ну, дота, понимаете, кому все это надо? Но это надо для того, чтобы нам, по крайней мере, уметь некоторые интегралы вычислять. Для того, чтобы их вычислять, надо что-то переставлять, что-то там дифференцировать, чего-то еще. А для этого нужна равномерная сходимость. То есть, параграф четвертый, вычисление интегралов. Параграф четвертый, вычисление интегралов. Для этого применяются два основных метода. Перестановка двух интегралов и дифференцирование по параграфу. Вот давайте рассмотрим вот такой интеграл и посчитаем его двумя способами. Итак, и так. Пример первый. Пример первый. Интеграл от нуля до плюс бесконечности. Е в степени минус альфа х минус е в степени минус бета х поделить на х dx. Где альфа бета положительное число. Альфа бета положительное число. Так. Ну, смотрим. Вообще, надо понять, сходится ли такой интеграл. Ну, на бесконечности он за счет экспонента сходится, конечно. А в нуле он сходит за счет того, что разность экспонента имеет порядок икса. Вот разбивать его на два нельзя, потому что каждый в отдельности будет расходиться за счет нуля. Но когда берется разность, то все замечательно сходится. Так вот. То, что здесь написано, можно представить как некий еще интеграл. Смотрите-ка. Это можно представить как интеграл от нуля до плюс бесконечности dx. А тут напишем интеграл от альфа до бета, е в степени минус xy до y. Согласны? Если взять е в степени минус xy, первообразную по y, то получится е в степени минус xy поделить на минус x. Правильно? У нас получится, если подставить x равняется альфа, это пойдет наверх. Если x равняется бета, это пойдет вниз. То есть, это чисто формальное преобразование, ни к чему не обязывающее. Вся теория начинается здесь. Здесь получается перестановка двух интегралов, один из которых собственный, другой не собственный. Почему? То есть, мы хотим обосновать следующую перестановку. Это есть интеграл от альфа до бета до y, интеграл от нуля до плюс бесконечности, е в степени минус xy до x. Мы хотим обосновать следующую перестановку. Что надо? Мы в прошлый раз доказывали теорему о перестановке двух несобственных интегралов. Функция должна быть непрерывно на соответствующем прямоугольнике с открытым краем. Но тут лучше функции быть не может. Поэтому это можно не комментировать. И надо, чтобы интеграл, который внутренний, сходился равномерно по внешним параметрам. Надо, чтобы для перестановки, надо что? Чтобы внутренний несобственный интеграл. Это перестановка собственных и несобственных интегралов. Надо, чтобы внутренний несобственный интеграл. Нужно, чтобы внутренний несобственный интеграл сходился равномерно по альфа и бета. Вот так. Ну, все получается ведь. Е в степени минус xy у нас x от нуля до плюс бесконечности. Но мы будем считать, что, скажем, считаем, что бета больше альфа больше нуля. Если альфа меньше бета, альфа больше бета, просто приставляется. Ничего не меняется при этом. Тогда это не превосходит е в степени минус альфа и x. Правильно? Е в степени минус альфа сейчас. Ну, да, е в степени минус альфа и x. Поскольку альфа и бета у нас фиксированы, у нас интегрирование ведется по игроку потом. Альфа и бета у нас фиксированы. Интеграл от нуля до плюс бесконечности. Е в степени минус альфа и x до x. Как вы сами понимаете, сходится. Поэтому наш интеграл от нуля до плюс бесконечности е в степени минус xy до x сходится равномерно по игрок, принадлежащим отрезку альфа и бета. Значит, эти два интеграла можно переставить. Теорема перестановки двух интегралов выполняется. Но, конечно, если вы эту равномерную исходимость не обоснуете, а чисто формально это все проделаете, то, конечно, решение засчитано полностью быть не может. У нас не физика, чтобы так вот просто переставлять, надо все такие вещи обосновывать. Итоги у нас получается. Получается интеграл от альфа до бета до y. А тут как... а первообразная какая будет? Е в степени минус xy. Первообразная у нас уже по x. Получится поделить на минус y от нуля до плюс бесконечности. Но, опять-таки, подстановка плюс бесконечности даст ноль, потому что... Потому что у нас что? У нас по бесконечности подставляется x. x равняется от нуля до плюс бесконечности. Раз y положительно, подстановка плюс бесконечности дает ноль. А тут минус, и получается интеграл от альфа до бета до y поделить на y. Вы сами понимаете, это и с логарифом бета поделить на альфа. Вот так вот. Вот так мы считаем такой интеграл. Так мы считаем такой интеграл. Так. Второй способ. Ну, может быть, он тут сейчас менее... Менее удачный, но, в принципе, он тоже работает. Дифференцирование параметров. Дело в том, что вот такой способ первый. Для этого надо что-то угадать, понимаете? Для человека опытного угадать такую штуку труда не представляет. Но, в принципе, угадать чего-то надо. Какой-то интеллект для этого нужен. А дифференцировать по параметрам? Ну, дифференцируешь себе и все. Только там надо обосновывать, что надо. Второй способ. Второй способ. Это интеграл с двумя параметрами. И от альфа-бета. Ну, перепишем. Интеграл от нуля до плюс бесконечности. Е в степени минус альфа-х. Минус Е в степени минус бета-х. Делить на х до х. Ну, давайте зафиксируем параметр бета и будем дифференцировать по альфу. Давайте зафиксируем параметр бета и будем дифференцировать по альфу. И штрих по альфу от альфа-бета. Если продифференцировать эту штуку по альфа, то что получится? Интеграл от нуля до плюс бесконечности. Это слагаемо уйдет вообще. И получится вылезет х, он с этим сократится. И что у нас получится? Если дифференцировать по альфу, то будет Е в степени минус альфа-х умножить на минус х. С этим х он сократится. Получится минус просто Е в степени минус альфа-х до х. И так вот. Получится просто так. Получится просто так. Теперь почему так можно? Ну, кстати, вопрос, почему так можно сделать? Ну, давайте, прежде чем это сделать, посчитаем. Убедимся, что от этого будет толк. Но такой интеграл посчитать, наверное, нетрудно. Это что получится? Это какая первообразная? Это Е в степени минус альфа-х. Первообразная берется по х и делится просто на альфу. Знак минус уходит. От нуля до плюс бесконечности. Подстановка плюс бесконечности опять-таки дает ноль. И останется просто минус единица на альфа. Так. Производная по альфа равняется минус единица на альфа. Чему тогда равна сама функция, если производная минус единица на альфа? Она равна минус логарифм альфа. Но с константой. Когда и от альфа-бета, это есть минус логарифм альфа, но плюс некая константа, зависящая от бета. Видите? Мы интегрируем по альфа при фиксированном бета. Интегрируем по альфа при фиксированном бета. Остается найти константу. Для этого, поскольку бета фиксировано, нужно подставить какое-то значение альфа, при котором интеграл заведомо берется. Ну, сам Бог велел взять альфа, равный бета. Возьмем альфа, равный бета. Тогда и от альфа-альфа, ну, это 0. С другой стороны, это есть минус логарифм альфа плюс с... Сейчас. И от альфа-альфа, это 0. Поэтому альфа равняется бета, лучше напишем так. Напишем так, и от бета-бета. Это 0. Это равняется минус логарифм бета плюс с от бета. Откуда с от бета равняется логарифм бета. Вот так. То есть мы хотим найти константу. Для этого подставляем значение альфа, при котором интеграл берется. Альфа равно бета. Тогда получается и от бета-бета, это минус логарифм бета плюс b от бета, с от бета логарифм бета. И поэтому и от альфа-бета как раз и есть логарифм бета поделить на альфа. Ответ, естественно, получили тот же самый. Ну, а теперь вопрос. А что это мы можем так сделать? Что это мы можем так сделать? Ну, для того, чтобы это сделать, что надо? Вспомним теорему о дифференцировании дифференцировании несобственного интеграла по параметрам. Для этого надо... Что надо? Для этого надо, чтобы сам интеграл продифференцированный сходился равномерно, а сам тоже сходился. И надо, чтобы функции были еще и непрерывны. Значит, проверим выполнение условий теоремы о дифференцировании по параметрам. Проверим выполнение условий теоремы о дифференцировании по параметрам. Проверим теорему М дифференцирования по параметрам. Ну, функция dfpdα, она, конечно, непрерывна где угодно. dfpdα, она, конечно, непрерывна на всей плоскости. Непрерывна на всей плоскости. А вот сама функция будет непрерывна или нет? Ну, там что? Надо, чтобы она была непрерывно на прямоугольник. Альфа, скажем, х, надо, чтобы х менялся от альфа до бета. Сейчас. У нас функция какая? У нас бета постоянная, и у нас альфа и бета где-то должны меняться. Вот. Значит, надо, чтобы х менялся от альфа до бета. Ну, все нормально, при этом все непрерывно. Ну, а с альфой тоже все нормально. Вот. С альфой тоже все нормально. Все, подождите-ка. Х у нас меняется от нуля до плюс бесконечности. Это я немножко подоречился. Сейчас. У нас функция должна быть непрерывно. Так, по двум параметрам альфа и х. Параметр альфа у нас меняется где? Вот. Ну, в какой-то окрестности значения параметра бета. Все можно работать. А х меняется от нуля до плюс бесконечности. Будет ли такая функция непрерывно, как функция двух переменных? Будет ли такая функция непрерывно, как функция двух переменных? Ну, дело в том, что если ее доопределить при х равном нулю, предельным значением 0, то тогда будет. Рассмотрим функцию афа от х альфа. Рассмотрим функцию афа от х альфа. Рассмотрим функцию афа от х альфа. Это значит, какая там? Е в степени минус альфа х минус е в степени минус бета х поделить на х. Ну, для того, чтобы ее можно было определять на прямоугольнике, мы ее определим, это верно, если х больше нуля, так? А если х равно нулю, мы ее определим предельным значением. Какое предельное значение? Это что такое? Единица минус альфа х минус единица плюс бета х. Предельное значение бета минус альфа, если х равен нулю. Предельное значение бета минус альфа, если х равен нулю. Ну, такая функция будет уже непрерывной, как функция двух переменных. Это, конечно, можно более аккуратно пояснить, но я думаю, сейчас этого делать не стоит, обычно этого не делает никто. Эта функция ф от х альфа непрерывна. Эта функция ф от х альфа непрерывна, как функция двух переменных. Вот, непрерывно, как функция двух переменных х и альфа. Вот, когда х ноль меньше либо равна х, меньше либо равно, ну, какое-то там а большое. Вот, и альфа, и альфа меняется, ну, в какой-то окрестности, скажем, точки альфа, и меняется в какой-то окрестности точки бета. Вот, альфа меняется на некотором прямоугольничке. Так мы подставляем значение бета. На некотором прямоугольничке. Вот, сейчас, минутку, как это лучше сказать? Вот, х от нуля до а большого, где меняется альфа. Ну, тоже. Мы же потом подставляем альфа равное бета, от какого-то бета минус епсилен до бета плюс епсилен. Но обычно это никто не делает, не проверяет эти вещи, сразу смотрит, все хорошо. Ну, все. Теперь что надо? Теперь надо, чтобы продифференцированный интеграл сходился равномерно. Продифференцированный интеграл. Вот, продифференцированный интеграл. Продифференцированный интеграл. Вот он. Надо, чтобы он сходился равномерно по альфа на соответствующем множестве. Но он будет равномерно сходиться, если альфа больше либо равно какого-то альфа 0. Продифференцированный интеграл сходится равномерно по альфа больше либо равно какого-то альфа 0. Но из той же самой оценочки. Е в степени минус альфа x меньше либо равно, чем Е в степени минус альфа 0x. По признаку Верштрасса. По признаку Верштрасса. Вот, все. Значит, такие оценочки можно, в принципе, делать. Ну, тут тоже можно написать, скажем, альфа больше либо равно альфа 0, например. Вот. Чтобы все подходило под эту теорию. Альфа больше либо равно альфа 0. Вот так вот. Ну, все. Обоснованно. Значит, на самом деле, еще раз подчеркиваю, что самую непрерывность мало кто когда проверяет. Это считается как-то очевидным. Главное, что надо проверить равномерную сходимость продифференцированного интеграла. Он действительно сходится равномерно. Ну, вот теперь, в качестве изюминки, давайте посчитаем следующий интеграл. Так. Тема здесь. Посчитаем такой интеграл. Пример 2. Интеграл от 0 до плюс бесконечности. Е в степени минус КХ синус Х поделить на Х ДХ. К неотрицательное число. Вот. Потом мы подставим туда К равное 0 и получим интеграл Дирекле. Вот сегодня, я думаю, мы успеем это сделать. Это и от К. И от К. Ну, давайте сначала попробуем продифференцировать по параметру. И штрих пока это что такое? Пока без обоснования. Интеграл от 0 до плюс бесконечности. Продифференцировать по параметру вылезет минус Х. Значит, будет минус интеграл от 0 до плюс бесконечности. Е в степени минус КХ синус Х ДХ. Но опять-таки, про непрерывность функции мы рассуждать не будем. Это считается, что все очевидно. Вот. Как функция двух переменных. Там все хорошо имеет пределы. Вот. А интеграл такой сходится равномерно. Интеграл сходится равномерно по К. Больше либо равно какого-то К0 большего 0. Правильно? Потому что Е в степени минус КХ синус Х не превосходит Е в степени минус К0Х. Сходится равномерно по признаку Руэш-Трасс. Сходится равномерно по признаку Руэш-Трасс. Значит, дифференцировать можно. Только где? Можно дифференцировать при К больше либо равно К0 больше 0. Дифференцируется при К больше либо равно К0 больше 0. А посчитать такой интеграл, пожалуйста, вот видите. Подставим, β равно 1, α равно минус k. И это что получится? Минус, какая первообразная? e в степени минус k, значит, e в степени минус kx. Первообразная будет e в степени минус kx. Так, α у нас это что сейчас? А, нет, α, прошу прощения. Нет, e в степени αx, да? α равняется минус k, а β равняется единице. Вот так вот. e в степени минус kx умножить на k sin x минус косинус x. k sin x минус косинус x. Поделить на единица плюс k квадрат. И все это в подстановочке от нуля до плюс бесконечности. Так. Подстановка бесконечности, естественно, дает 0. Подстановка бесконечности дает 0. Так. И что получается теперь? Подстановка нуля что дает? Подстановка нуля дает просто интеграл от нуля. Подстановка нуля дает e в степени минус k. Это получается единица. k это k. Значит, подстановка нуля сюда дает 0. Тут подстановка нуля дает косинус нуля единица. Минус, минус, плюс, еще один минус. Получается минус единица поделить на 1 плюс k квадрат. Вот так вот. Минус единица поделить на 1 плюс k квадрат. Вот посчитали такой интеграл. Что мы имеем? Подводим итог. Что мы имеем? Значит, e штрих по k равняется минус единица поделить на 1 плюс k квадрат, если k больше либо равно k0 больше нуля. Продифференцировали по параметрам. Но! Ясно, что любое значение k больше нуля можно поместить в такой интервал. Вот это 0, вот это k. Любое значение k больше нуля можно поместить в такой луч. Значит, для любого k большего нуля существует k0 больше нуля. Такое, что k больше либо равно k0. Поэтому это равенство верно для любого k большего нуля. Звездочка верна. Звездочка верна. Для любого k большего нуля. Потому что раз верно на таком луче, то каждое такое значение помещается в такой некоторый луч. Интегрируем. Получаем и от k равняется минус арктангенс k. минус арктангенс k и плюс константа c. Остается найти константу c. Ну, как найти c? Какое конкретное значение k можно подставить? Ну, подставить 0 получится интеграл диригле, который мы еще только хотим считать. Не знаем, чему он равен. Да и то, к этому нулю еще надо предельный переход устроить. В таких случаях применяется переход на бесконечность. Надо пытаться, надо пытаться устроить стремление бесконечности. Посмотрите-ка. Если у нас, пусть у нас k стремится к бесконечности. Совершенно ясно, что при этом и от k будет стремиться к нулю. Посмотрите-ка. Просто отсюда видно. Просто отсюда видно, что модуль и от k не превосходит. Синус ограничим на x. Интеграл от нуля до плюс бесконечности. Я в степени минус kx до x. Но это единица на k, это легко посчитать. Это единица на k. Оно стремится к нулю, и с и к стремится к бесконечности. Поэтому отсюда делается вывод, что предел и от k при k, стремящемся к бесконечности, равен нулю. А с другой стороны, отсюда получается, что c это π пополам. Значит, получается, что и от k, ну, это, грубо говоря, арккотангенс k. Арккотангенс k. Тогда k строго больше нуля. Теперь надо устроить предельный переход. Когда... Теперь надо устроить предельный переход, когда k стремится к нулю. Дело в том, что дифференцируем и только при k больше нуля. А k стремится к нулю, это уже другая наука. k стремится к нулю, это уже другая наука. Тут надо применить теорему непрерывности интеграла, и нужна его равномерная сходимость. И вот для этого-то нужен признак дифференцируем. Значит, покажем, что функция и от k. Покажем. Ну, кстати, и от нуля, это интеграл от нуля до плюс бесконечности sin x поделить на x dx. Это так называемый интеграл дифференцируем. sin x поделить на x dx. Это так называемый интеграл дифференцируем. Если вы чего-то помните с первого курса, он сходится условно. Сейчас нам надо его посчитать. Ну, для этого надо сделать предельный переход в этом равенстве. Мы сейчас посмотрим, чего из этого выйдет. Рассмотрим сначала интеграл от единицы до плюс бесконечности e в степени минус kx sin x поделить на x dx. Это какое-то там жетко. Такое интеграл, зачем я отступил, что признанное дерево-хлемо нужно было применить. Смотрим. Смотрим. e в степени минус kx поделить на x не превосходит одно x. Так? Не превосходит одно x. Он стремится к нулю равномерно пока. Он стремится к нулю, когда x стремится к плюс бесконечности равномерно пока. А функция sin x имеет ограниченную первообразную. Функция sin x имеет ограниченную первообразную. Имеет ограниченную первообразную минус cos x плюс c. Вот. Причем ограничена независимо от k. Ограничена независимо от k. Значит, интеграл сходится по признаку деревле уже по всем k больше либо равным нулю. Интеграл сходится по признаку деревле. Интеграл сходится по признаку деревле. Равномерно, пока больше либо равном нулю. Отсюда делаем вывод, что функция g от k непрерывна. Делаем вывод, что функция g от k непрерывна, потому что интеграл сходится равномерно. Но опять-таки, непрерывно на любом конечном отрезке, что, следовательно, функция g от k непрерывна на любом отрезке ноль какое-то а большое. Теорема тут для отрезка доказывается. Следовательно, непрерывно для любого k больше либо равного нулю. Но нам от нуля пришлось отступить, нам от нуля пришлось отступить, чтобы не было проблем с признаком делегле. Иначе бы тут было не очень хорошо. Но то, что осталось, какое-то там h от k, это интеграл от нуля до единицы, e в степени минус kx, от нуля до единицы, e в степени минус kx, синус x поделить на x dx. Но это уже собственный интеграл, понимаете? Это уже собственный интеграл. И тут никакой равномерной сходимости не надо. Ну, просто опять-таки функция f от xk, это значит, ну как это, e в степени минус kx, синус x поделить на x, если x больше нуля. Ну, а в нуле определяем пределом, единица, когда x равен нулю. Эта функция непрерывна, как функция двух перемен. Непрерывно на прямоугольничке 0, значит, 0 меньше либо равно x, меньше либо равно а большое, 0 меньше либо равно k, меньше либо равно k большое. Ну, значит, с ней можно работать. Вот эта функция непрерывна, тоже непрерывна для любого k больше либо равно 0. Это уже собственный интеграл. Вот я еще раз подчеркиваю, что вот такие вот рассуждения, что вот такая вот функция непрерывна, ну, это достаточно понятно. Это можно более аккуратно доказать, но, как правило, это никогда не делается. Так, тогда наш сам интеграл тоже непрерывная функция, как сумма двух непрерывных. Тогда i от k, это есть i от k плюс h от k, непрерывная функция пока, непрерывная функция пока больше либо равна 0. Но отсюда следует, что i от 0, это есть предел при k стремящемся к плюс 0, вот, i от k. А i от k, это что было? Арк катангенс k. Это есть предел при k стремящемся к плюс 0, арк катангенс k. Ну, это, это пинадро. Вот так. Следовательно, интеграл дирехле, интеграл от 0, значит, получается, что i от k, это есть арк катангенс k, уже для любого k больше либо равного 0, обосновали предельный переход, и i от 0, это интеграл дирехле, от 0 до плюс бесконечности, синус x, поделить на x до x, равен пик и пола. Вот так. Вот этот условно сходящийся интеграл, теперь мы знаем, что он равен пик и пола. Вот. Такие вот, такие вот имеются примерчики. Это, кстати, очень важный интеграл. Его можно выводить другими способами, в СТФКП выводится тоже, с помощью других соображений. Но, пока сейчас нам доступен такой вывод, пусть будет такой вывод. Ну, и маленькое следствие, мы, собственно, сделали, что хотели, и маленькое следствие, рассмотрим такой более общий интеграл. Рассмотрим более общий интеграл. Интеграл от 0 до плюс бесконечности, синус αx, поделить на x до x, если α больше 0. Ну, очевидно, если сделать замену, αx равняется t, то получится интеграл от 0 до плюс бесконечности, это будет синус t, а тут α и тут α, поделить на t dt. Это π по пола. Для любого α большего 0. Ну, а поскольку и от α функция нечетная, и от α это нечетная функция, отсюда получается, что интеграл от 0 до плюс бесконечности синус αx поделить на x до x в общем виде, это π пополам на сигнум α. потому что нечетная функция, которая равна константе при положительных значениях, это константа, константа умножить на сигнум α. Вот что любопытно, что эта функция казалась разрывной. Правильно? Эта функция разрывная. И как следствие мы получаем косвенное доказательство неравномерной исходимости такого интеграла по α. Следствие. Очень любопытно. Эту неравномерность можно иначе доказать, но можно и так. Следствие. Это косвенное доказательство. Косвенное доказательство того, косвенное доказательство того, что интеграл от 0 до плюс бесконечности синуса αx поделить на x dx сходится неравномерно в какой-то окрестности 0. сходится неравномерно по α, принадлежащим к какому-то отрезку, там от минус ε до ε. Потому что если бы он сходился равномерно, то его значение было бы непрерывной функции. В случае равномерной исходимости, в случае равномерной исходимости, и от α была бы непрерывная функция. И от α непрерывная функция. Оказалось, что она разрывна, поэтому исходимости равномерной нет. Вот такое интересное косвенное доказательство. Видите как? Ну, доказать неравномерность можно из других соображений, из того же критерия Каши и так далее. А так оно получается просто мгновенно. Ну, вот так. Ладно, тогда сегодня всё, значит.